МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа передачи своего ТВ продолжается в местный проект телеканала и прокуратуру Ставропольского окрая ОКО Государева. Меня зовут Александр Бакалюк. Здравствуйте. Нередко собственники недвижимости реконструируют свои объекты. Некоторые достраивают или пристраивают к уже имеющим все зданиям, новые помещения. И зачастую документов на это они не имеют. Возникает вопрос, можно ли продолжать пользоваться новым зданием. Прямого запрета для дальнейшей эксплуатации объекта недвижимости нет. Однако органы власти могут попросить суд признать такое здание самовольной постройкой. И не исключено, что собственнику придется вернуть объект в прежнее состояние или, если это возможно, даже его снести. Стоит ли рисковать и строить без разрешения? Какие это может повлечь за собой последствия? На этот и другие вопросы ответит гость в нашей студии уже через несколько минут, сразу после новостей прокуратуры Ставропольского края. Прокуратурой Курского района проведена проверка исполнения законодательства о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Установлено, что в нарушении статьи федерального закона об администрациях муниципальных образований Серноводского сельсовета и станицы Стародеревской отсутствуют муниципальные целевые программы и планы мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в администрациях муниципальных образований не имеется постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач по защите населения. В связи с выявленными нарушениями в адрес глав муниципальных образований внесены представления об их устранении. Прокуратура Ставрополя поддержала государственные обвинения в отношении жителя Ростова-на-Дону. Он признан виновным в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных статьей присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения. Мужчина был генеральным, директором юридической фирмы. Он помогал пострадавшим в ДТП получать страховые выплаты. В соответствии с условиями договоров граждане предоставляли мужчине доверенность на представлениях интересов в суде и банковских учреждениях на получение взысканных со страховых компаний средств. Злоумышленник, получая деньги гражданам, выдавал лишь незначительную их часть. В результате преступных действий мужчины пяти потерпевшим причинен ущерб на сумму более четырех сорока тысяч рублей. Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Прокуратура Благодарненского района провела проверку соблюдения требований земельного законодательства при распоряжении земельными участками из категории земель сельхозназначения. Установлено, что школа номер восемь села Елизаветинского заключила договор подряда, согласно которому коммерческая организация обрабатывает переданный в аренду школьный земельный участок на возмездной основе. При этом уставам школы не предусмотрена возможность осуществления коммерческой деятельности в сфере сельского хозяйства. Дальнейшее коммерческое использование переданного земельного участка нарушает требования законодательства. Прокурорам Благодарненского района директору школы внесено представление об устранении нарушений, в котором потребовано освободить занимаемый участок. Продолжение следует... Вы смотрите программу ОКО Государевой, мы продолжаем. Собираетесь строиться или реконструировать свою недвижимость? Законодательство советует узаконить ваши действия. Что может быть в противном случае, узнаем у нашей гости сегодня. Это заместитель прокурора Шпаковского района Наталья Рубанова. Наталья Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Рубанова, заместитель прокурора Шпаковского района, советник юстиции. Окончила Ставропольский филиал Московской юридической академии. В органах прокуратуры работает 23 года. Занимала должности помощника и старшего помощника прокурора Октябрьского района города Ставрополя, старшего прокурора отдела по надзору за исполнением земельного и природоохранного законодательства прокуратуры края. В занимаемой должности с 2017 года. Что ж, я предлагаю наш с вами диалог, беседу начать, наверное, все-таки с определения вообще, что такое незаконная постройка, как она вообще декларируется, в каких случаях, и реконструкция тоже относится к этому же вопросу. Понятие самовольной постройки дано в Гражданском кодексе. Статья 222 Гражданского кодекса говорит о том, что есть самовольное строение. Самовольное строение, представляет собой тот объект, который расположен на земельном участке, который не предоставлен по цели строительства, либо осуществлено строительство объекта с нарушением вида разрешенного использования земельного участка, в отсутствие разрешения на строительство, либо с нарушением правил землепользования и застройки, которые приняты в том либо ином муниципальном образовании, и с нарушением строительных норм и правил. И что касается реконструкции? Понятия строительства от реконструкции, они не тождественны. Они не тождественны, они абсолютно отличны. Опять же, понятие реконструкции дано у нас в градостроительном кодексе, который говорит о том, что тот конструктив, если затрагиваются конструктивные элементы здания при осуществлении его перестройки, переделки, достройки, увеличение этажности, площади, застройки, это все изменение идет конструкции, основных конструкций здания. Это все является и называется реконструкцией здания. Как вообще, исходя из вашей практики, как часто вы сталкиваетесь с такими ситуациями, когда приходится, к сожалению, либо сносить незаконные, несогласованные постройки, реконструированные, возможно, здания, пытаться вернуть их в обратное состояние? Как часто люди так делают? Ну, к сожалению, довольно-таки часто. Поскольку многие люди даже не осознают факт того, что ими было допущено нарушение земельного и градостроительного законодательства, поскольку они полагают о том, что на земельном участке реально действительно, если участок у них находится в собственности, в аренде, и они имеют право осуществлять там строительство, все, что им захочется, если земля у них находится, они являются правообладателем указанного земельного участка. Ну да, это их участок, что хотите, то и делать. Да, поэтому многие так и полагают. Но, тем не менее, у нас порядок определен, строительство, да, есть разрешение должно быть в обязательном порядке на строительство, либо реконструкцию, и, соответственно, осуществлять нужно в соответствии с теми нормами, которые установлены, градостроительными регламентами в том числе. И нарушение установленных правил влечет как раз-таки и снос самовольного строения. Угу. Но вот все-таки главный, наверное, вопрос, что грозит за самовольную постройку и реконструкцию? Ну, основное, что грозит за самовольную, это снос, это итог, это снос самовольного строения, который построен, размещен на указанном земельном участке в отсутствие необходимого пакета документов, да, либо построен в отсутствии разрешения на строительство, либо с нарушением правил землепользования. Снос производится либо в судебном порядке, либо органами местного самоуправления. В дальнейшем еще к этому приписываются наверняка какие-то штрафы об административном правиле. Да, есть штрафы, у нас определен административным кодексом, состав есть 9.5, часть 1, который предусматривает штрафные санкции за осуществление строительства в отсутствие необходимого пакета документов, в частности, разрешения на строительство, либо реконструкцию. Каким образом может быть признано право на самовольное строение? Право на самовольное строение может быть признано только в судебном порядке, но при наличии необходимого пакета документов в каждом конкретном индивидуальном случае он рассматривается судом индивидуально, применимо к тому построенному объекту, который размещен на указанном земельном участке. Рассматривается наличие в обязательном порядке прав на земельный участок, есть, нет, имело ли лицо вообще право осуществлять строительство на данном земельном участке. И, соответственно, главное, что объект не должен угрожать безопасности жизни и здоровья граждан, которые будут проживать, либо просто находиться, размещаться на этом объекте. Когда дело уже подходит к самому, казалось бы, для людей страшному сноса, какова вообще процедура сноса самовольной постройки? Снос самовольного строения производится либо лицом, который осуществил непосредственно это самовольное строение, либо правообладателем земельного участка в случае, если не удалось установить непосредственно лицо, которое осуществило строительство этого самовольного строения, либо органам местного самоуправления по решению суда, суд может возложить снос на органы местного самоуправления, в этом случае впоследствии возможно взыскать уже те расходы, которые были понесены органам местного самоуправления непосредственно с лица, которое осуществило строительство этого объекта. И говоря о земельном участке, на котором производились какие-то работы, конечно же, самовольные, подлежит ли этот участок изъятию в дальнейшем, после вот уже всех проведенных, так сказать, обратных работ? Да, земельный кодекс предусматривает процедуру изъятия, если правообладатель земельного участка, у которого он находился в бессрочном пользовании, в пожизненно следуемое владение, либо в аренде. Даже условия договора аренды, они предусматривают условия в случае использования земельного участка не по назначению, либо вот нарушение в данном случае такой процедуры в отсутствие необходимого пакета документов осуществления строительства. И предусматривается изъятие в последующем продажи даже с торгов этих участков. Таля Викторовна, что бы Вы посоветовали людям, которые собираются, возможно, не знают законодательство правильно, возможно, они уже что-то построили, не узаконили это, что бы Вы посоветовали просто гражданам в данной сфере? В первую очередь, прежде чем приступить к строительству, хочу опять же напомнить, прежде чем приступить к строительству, не после того, как лицо осуществило строительство, в обязательном порядке непосредственно обратиться в орган местного самоуправления за получением разрешения на строительство, либо реконструкцию, а в последующем только осуществлять строительство этого объекта. А если уже было допущено, это у нас только один судебный порядок, поэтому уже суд в индивидуальном порядке рассматривает и решает вопрос. А может ли быть такое, что человек, грубо говоря, нарушил закон, ну, допустим, по какому-то незнанию, у него есть незаконный фактический объект, построенный, достроенный, реконструированный, но, слава богу, не снесли? Можно ли уже после постройки как-то все это узаконить? В орган местного самоуправления, да, нет, у него градостроительный кодекс и гражданский, он не предусматривает узаконивание того, что уже было построено с нарушением процедуры. Только судебный порядок. Либо приведение объекта в первоначальное состояние. Лицо может возвратить объект до того состояния, когда он был законен, вернуть первоначальное состояние, а потом уже получить разрешение. А потом еще раз снова его реконструировать. Да, потом снова реконструировать и приступить к строительству. Круговорот строительства. В Ставрополе, в Ставропольском крае. Наталья Викторовна, спасибо вам большое, что вы к нам сегодня пришли. Спасибо вам большое, что достаточно понятно и просто пояснили нам тему. И осталось только нашим телезрителям пожелать внимательно читайте законы, учите их и не стройте, не согласовав это с органами местного самоуправления. Верно? Спасибо вам большое. Ну а я напоминаю нашим телезрителям, что прокуратура региона всегда вам поможет, если у вас есть какая-то проблема. Обращайтесь к сотрудникам ведомства на сайте, там есть интернет приемная, либо же это можно сделать лично по адресу проспекта Октябрьской революции 9-1. В студии была Александра Бакалюк. До встречи.